Здравствуйте, мои дорогие! И снова с вами я, Инга Топча, ведущий преподаватель Академии Красоты Лутос. Вы можете увидеть изнутри, как работает наш учебный класс по маникюру. Здесь же наши ученики слушают лекции офлайн. И в этом же учебном классе у нас проходит стажировку инструктора из разных стран и городов России на живых учениках и наших моделях. Вы как раз можете это все увидеть. Вот так я объясняю нашим ученикам. Практически с каждым сажусь и объясняю тему, если вдруг какие-то случаются загвоздки. Ну, в принципе, все всегда у нас проходит гладко, и каждым учеником мы гордимся. Но сегодня у нас с вами совсем другая проблема, и я хочу вам ее показать и рассказать. Это трещины, которые очень часто встречаются в межсезонье на больших пальцах рук. Выглядят они вот так и доставляют огромные неприятные ощущения их обладателям. Как избавиться от таких трещин и болезненных ощущений, я как раз вам покажу на практике, как я это делаю. К нам приехал в гости фермер с просьбой помочь ему избавить его от трещин, которые не дают ему работать. Это был тот самый фермер, который уговорил меня отремонтировать телефон насадкой для маникюра, и мы это видео уже выставляли. Итак, я взяла обыкновенную насадку, небольшой шарик диаметром 1,1, и стала плавно вычищать трещину, которая выходила из правого пазуха. Если у вас нет аппарата с насадкой, вы вместо аппарата и насадки можете взять пилку и просто запилить острые края, как я сейчас делаю, острые края у трещины. Но не увлекайтесь сильно, до самого низа трещины доходить нельзя, иначе она будет очень долго заживать. Итак, вы видите, мы работаем вдоль трещины и поперек, тем самым снимая роговевшую кожу плавно, вычищая пыль, стряхивая пыль, вычищаем излишки роговевшей кожи. И пока я работаю, давайте сначала разберемся с причинами именно этих трещин. Наша кожа, поскольку мы работаем всегда руками, кожа на руках подвержена негативным фактором влияния, а это постоянный контакт с водой, с пылью, ну и конечно же с бытовой химией, без которой сегодня никуда. Мы не так часто одеваем перчатки, а мой фермер работает в принципе без перчаток. Итак, первая причина мы с вами определили, это недостаточный уход за руками, то есть наш клиент не одевал ни варежки, ни перчатки и не пользовался кремами, как сам он говорит. Вторая причина чувствительность кожи на пальцах рук к абсолютно любым перепадам температуры, что конечно и провоцирует трещины. Как раз это наш фактор, о котором и рассказал мой фермер. Вот у него как раз трещины от мороза. Если не принимать никаких мер в течение нескольких дней, то трещины начинают углубляться и доставляют очень сильный дискомфорт обладателю. Третья причина негативное воздействие бытовой химии, но это не наша причина, как вы уже поняли выше. Четвертая причина механические повреждения кожи рук под постоянным воздействием воды, то есть клиент бесконечно полоскается в воде, моет одно другое, убирается и потом обнаруживает трещины на больших пальцах рук. И еще одна немаловажная причина, а по мне так это самое главное, это отсутствие витаминов, которые работают именно с сухостью кожи. Я не поленилась, нашла эти витамины. Витамины – это витамины группы В, это витамин А, а также магний и омега-3. И почему я обратила на это внимание? Потому что чаще всего встречаются трещины в межсезонье, именно тогда, когда не хватает витаминов. За то время, пока я вам рассказывала о вероятных причинах нашей трещины, я уже успела вычистить латеральный пазух, убрать роговелости с нашей трещины, практически ее сравняла. В самый низ глубины трещины я не лезла, у нас ничего не цепляется. Мы протерли спиртом. Сейчас подождем немножечко, когда спирт испарится. И вот теперь мы можем с вами заклеить трещину клеем. Для тех, у кого нет дома аппарата, вы можете просто спилить роговелость на трещине пилкой и затем заклеить клеем. Конечно, не используйте клей БФ. Вы не получите должного результата. Нам нужно с вами склеить две оставшиеся половинки трещины. А это можно сделать только клей для ногтей. У нашего клиента оказался еще один пальчик с трещиной. Но здесь трещина уходила как-то в сторону. Поэтому мне пришлось не только сточить роговелость на трещине, но и вычистить левый латеральный пазух. Вот я как раз это и делаю. Для того, чтобы увидеть, есть ли соединение между трещиной и левым боковым пазухом. Нет, все проходит удачно. И мне остается только расчистить пазух, для того, чтобы хорошенечко и проще всего было подлезть к трещине. После того, как мы выпилили, теперь протираем спиртом и, конечно же, заклеиваем ногтевым клеем. Почему именно ногтевым, а не БФом? Еще раз повторюсь, именно ногтевым. Потому как только ногтевой клей будет держаться на коже в течение трех дней. Что бы наш клиент ни делал. Вот я как раз промазываю клеем. Три дня будет держаться. За это время наша распиленная трещина будет неподвижной. И начнет очень быстро, края трещины очень быстро начнут зарастать. И, пожалуйста, не путайте с клеем БФ. Он вам не даст такого результата. Ура! Мы избавили клиента от трещины, которая появится теперь только в следующей межсезонье. Если вам понравилось наше видео и вы досмотрели до конца, то ставьте нам лайки. Я думаю, мы их заслужили. Пишите нам в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть от нас новенького, интересненького. И я обязательно сниму для вас новое видео. Ну, а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok